МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О готовности системы образования к началу учебного года говорили сегодня на селекторном совещании, проводил его председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин начитался о ходе подготовки к дню знаний, рассказал, как в регионе обстоят дела с материальным и кадровым обеспечением в учебных заведениях, а также пригласил Дмитрия Медведева в Самару посмотреть одну из открывшихся уникальных школ. На полторы тысячи учащихся. В области уже в эту пятницу за парты сядут 320 тысяч детей, что на 6,5 тысяч больше, чем в прошлом году. Увеличилась доля молодых педагогов. Мы дополнительно стимулируем материально молодых педагогов. Доплачиваем 5 тысяч ежемесячных зарплате до трех лет работы. Поэтому в полтора раза их доля за последние 3-4 года выросла. Мы полностью обеспечили учебниками. Выделили на эти цели 228 миллионов рублей, что более чем в два раза больше прошлого года. О готовности самарских школ к началу учебного года говорили и на совещании в мэрии. Особое внимание безопасности. 1 сентября свои двери для учеников откроют больше тысячи образовательных учреждений региона. С 31 августа и до окончания праздничных мероприятий личный состав органов внутренних дел будет переведен на усиленный режим работы. В том числе обеспечит круглосуточную охрану. Еще раз проверьте готовность с точки зрения безопасности. Всех линеек. Значит, это очень важный момент. Мы вот видим то там, то здесь, так сказать, возникают различные случаи. Мы должны максимально обеспечить безопасность. Шесть матчей чемпионата мира по футболу Самара должна принять на высшем уровне. Год проведения Мундиады для города станет историческим. В том, что грандиозные стройки идут в штатном режиме, убедился заместитель председателя правительства России Виталий Мутко. Он посетил ключевые объекты – аэропорт Курумыч, Самара-арену и городскую набережную. Подробности в репортаже Олега Зверева. До 30 тысяч пассажиров в дни проведения матчей. Такая нагрузка ляжет на транспортную систему региона летом 2018 года. Причем значительная часть приезжих начнут знакомство с Самарой в аэропорту Курумыч. Современный аэровокзальный комплекс сегодня отвечает самым строгим мировым стандартам. И вот на финишную прямую выходит реконструкция аэродрома. О готовности руководитель Росавиации рассказывает вице-премьер управительства России Виталий Мутко. Завершается строительство второй взлетно-посадочной полосы. Идет обустройство перронов и аварийно-спасательных станций. Особенность – то, что мы ведем реконструкцию в условиях действующего аэродрома. Значит, вот все, что зеленое, это уже выполнено. Все усилия сосредоточены на завершении обустройства перронов и аварийно-спасательных станций. Ну, рисков того никаких. Когда у нас завершение по контракту полностью срок вашей части федеральной? Начало март будущего года. Но бетонные работы мы заканчиваем в ноябре. По словам губернатора Николая Меркушкина, части пассажиров будут прибывать на старый терминал. Его отремонтируют, чтобы придать современный лоск. Кроме того, Виталий Мутко высоко оценил качество новой дороги, которую ведет из аэропорта к Самаро-арене. Основной стадион проведения игр готов уже более чем на 80%. Нет никаких сомнений, что объекта будет в дан срок. На строительной площадке работают порядка 2000 рабочих. Но не только футбольное поле должно быть в порядке. Рядом вырастет, по сути, целый город со своими коммуникациями и автостоянками. То есть еще раз транспортная коммуникация. Это трамвай, который пришел, дальше автомобильный, дальше для шаттлов, для автобусов. Шаттлы у нас здесь паркуются и на северной части. Не менее важно, в каком виде и с каким настроением встретят болельщиков в город. Настроение спортивное. Это видно потому, как областные команды приняли участие в турнире «Лето с футбольным мячом». А Самарская набережная стала одной из красивейших в Европе. О том, что еще 6 лет назад на Волге ставили распивочные заведения, сегодня даже уже не вспоминают. Везде спортивные площадки, играет духовой оркестр. Итоги визита были озвучены на совещании, которые провели Виталий Мутко и Николай Меркушкин. Вице-премьер назвал Самару важным городом для проведения чемпионата. Подготовка проходит в штатном режиме. Главная спортивная арена скоро будет введена в эксплуатацию. Мы сегодня обсуждали их. Это прежде всего, конечно, крыша стадиона, кроме того, что сегодня нам предстоит сделать. Это сложные инженерные решения. Поэтому, конечно, мы договорились, что эта работа должна, как минимум, где-нибудь до конца сентября, середине октября быть завершена. Общестроительная ввода эксплуатации должен быть в этом году. Мы должны получить разрешение на вводы. Но второй этап вводы, какие-то определенные системы, запуск, он потребует, конечно, где-нибудь февраль месяца. Я думаю, это окончательный срок, когда мы завершим контракт, закроем его и передадим его уже сегодня заказчику. Особое внимание стоит уделить созданию систем навигации. Сегодня Самара похожа на одну большую новостройку, а результат будет виден уже менее чем через год. Мы тоже выполнили не менее 85% работ, потому что и по дорогам, которые были в программе подготовки к чемпионату мира и, скажем, сегодня фан-зоны, если брать по гостиничному. Все основные требования ФИФА по гостиницам мы выполняем. И вот основную гостиницу новую, которую строим, там тоже процент на 75 работы готовы. Мы планируем ее ввести где-то в январе, ну, как край февраля месяца. Разработаны также и культурные программы. В дни проведения чемпионата будет организовано более 160 мероприятий на любой вкус. Так, чтобы во всем мире узнали Самару, как город, способный на высшем уровне принимать соревнования всемирного значения. Олег Зверев, Виталий Колдашов, Максим Гусев. События. В эти дни на Крымском побережье проходит всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида». На полуостров съехали журналисты из газет, телевизии, интернет-изданий и блогеры со всех регионов России. В числе участников форума два наших журналиста Алина Чемереса, Марина Кравцова. И вот, что они нам рассказали. Именно здесь, на Бакальской кассе, проходит заключительная смена всероссийского молодежного форума «Таврида». Он в Крыму проходит уже третий год подряд. Здесь собирается самая талантливая молодежь. Архитекторы, танцоры, писатели, музыканты. И вот, наконец, журналисты. Смена молодых журналистов организована в вместе с общероссийским народным фронтом. Здесь около 300 молодых специалистов из самых разных с ней. Телевидение, газеты, интернет-изданий и даже блогеры из всех регионов России. Они все прошли специальный конкурсный отбор. А самарская делегация одна из самых больших. Это пять журналистов. Хотя мы на море отдохнуть и полежать на пляже нам практически не удается. Образовательная программа «Форума» очень насыщенная. Лекции, дискуссии, творческие встречи и занятия в профильных школах идут в режиме нон-стоп. Каждый день проходят презентации и обсуждения основных проектов Общероссийского народного фронта. Уже обсудили проекты «Генеральная уборка», а Самарский регион – один из лидеров по количеству выявленных и убранных нелегальных свалок. Прошли презентации проекта Дорожной инспекции ОНФ, «Народная оценка качества» и «Благоустройство городской среды». Несмотря на то, что график мастер-классов очень плотный, мы ждем от наших журналистов более подробный репортаж и надеемся показать его уже в следующих выпусках. Самарские работодатели пополнили областной бюджет на 6 миллиардов рублей. Каким образом, расскажет Олеся Карецкая в нашей экономической рубрике. Здравствуйте. Нефть немного сбавила в цене. Один баррель марки «Брэнд» стоит 52 доллара 38 центов. Доллар стоит 58 рублей 55 копеек. Евро 69 рублей 85 копеек. Цена за один грамм золота поднялась – 2447 рублей. Серебро стоит 32 рубля 37 копеек за грамм. В самарских банках дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 63 копейки, а дороже всего продать за 58 рублей 50 копеек. Специалисты не прогнозируют серьезный экономический рост в России в ближайшие два года. Объясняют это слабой инвестиционной активностью и незначительным ростом ВВП. Бюджет Самарской области за полгода пополнился на 6 миллиардов рублей после легализации серых зарплат. Региональное управление налоговой службы проработало недобросовестных работодателей, которые после этого узаконили оплату труда своим сотрудникам и довели ее до средних показателей. И хорошая новость для хозяек. В конце августа-начале сентября на 30% снизится стоимость килограмма овощей, так называемого борщевого набора – капусты, картофеля, моркови, лука и свеклы. Но перебарщивать все же не стоит. До встречи. Готов Родине послужить. На Рощинском полигоне прошел трехдневный форум армии 2017, выставка современного вооружения и техники, демонстрация военного искусства. Гости могли не только все это увидеть, но и записаться в профессиональную армию. Психологический тест на профпригодность послужить государству российскому прошел Сергей Кизоркин. Прямой наводкой, боевыми снарядами по воображаемому противнику. Форум «Армия-2017» – это выставка военной техники на полигоне в Рощинском и демонстрация военных навыков. Посетители могли наблюдать на расстоянии десятка шагов мини-версию всем известного и популярного танкового биатлона. И решили с другом приехать из Тольятти. Очень хотелось посмотреть танки, как стреляют. Арт-подготовка, атака мотострелков, радиационная, химическая и биологическая разведка – показательное выступление армейского спецназа. Даже убывалых военных от увиденного дух захватывало. Впечатления очень, прям сказочные. Эмоции хлещут, чересчур даже можно сказать. Юно-армейцы 118-й Самарской школы с Красной Глинки на форуме «Армия-2017» – гости не случайные. Большинство из них готовы Родине послужить. Мечтают поступить в высшие военные заведения. Проходят подготовку по программе ВДВ в отряде «Берет». На полигоне в Рощинском наяву увидели, как работает военная техника. Познакомились с современным вооружением и солдатской экипировкой. Юно-армейское движение было создано по инициативе министра обороны и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Создаются юно-армейские отряды на базе общеобразовательных учреждений, школ, колледжей. В отряде могут быть юно-армейцы с 8 до 18 лет. Чтобы пойти Родине, послужить в регулярной армии или в профессиональной, одного умения и физического здоровья маловато. На форуме работал военный психолог. Любой желающий мог пройти экспресс-тестирование на нервно-психологическую устойчивость и узнать, какой военной профессии он годен и можно ли ему вообще заступить на боевое дежурство. Обмануть детектор практически невозможно. Он прошел тест и буквально через 2-3 недели мы отправляем его служить. То есть у него там ничего не изменяется, как правило. Но при прохождении части они все равно проходят профотбор, еще перепроверяются. Там более углублено, то есть их там уже по специальности направляют. И есть такое дело. Записаться в армию можно было прямо на форуме. Здесь работал пункт отбор на военную службу по контракту. А для поднятия боевого духа и патриотизма на форуме «Армия-2017» работала выставка «История Центрального военного округа» в Лицах. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Как на войне самарские школьники смогли на себе испытать все тяготы армейской жизни в поселке Рощинской в рамках форума «Армия-2017» прошел финал игры «Зорница». Наш корреспондент с подробностями. Выше ногу – шире шаг. Самарские школьники борются за звание лучших в строевом марше. Финал летней серии военно-спортивной игры «Зорница» проходит в поселке Рощинский. Девять команд по одной от каждого района соревнуются в разных дисциплинах и на себе испытывают все тяготы военно-полевой жизни. Хоть и в облегченной версии, но с полным антуражем. Пробежать под огнем, развернуть плащ-палатку и успеть пройти все испытания за самое короткое время. Трудно, порой страшно, но все ни по чем, когда рядом плечо друга. Что нас замедляло – это колючка и сетка, через которые не все могли пролезть, перейти. Особенно девчонок мы всех подгоняли, держали сзади. Было много дыма, пыли, наглотались, надышались. Выстрелы, взрывы. Весело, круто. Я с радостью бы прошел ее еще раз. Я в первый раз на полосе препятствий с этим бронежилетом, этой каской. Под колючей проволокой веселее всего, потому что страшно поднять голову. Мне очень понравилось, я бы еще раз прошел ее. В этом году «Зорница» проходит в рамках форума «Армия-2017». Участники познакомились с возможностями современной военной техники, а также посмотрели военно-тактические учения, а главное – смогли проверить себя на прочность в настоящих испытаниях. Игра, в которой нет проигравших. Здесь все выиграли, потому что здесь все находятся на полигоне. Они здесь видят, они нюхают порох, они понимают, как это важно, как это значимо – быть защитником своей отечества. С темною весной, по старую состой, с любимой Манюша прощается. Виктория Шара и Марина Матвишина. События. Надписи баллонами на асфальте – это не граффити, это предупреждение. Сотрудники городского ГАИ оборудуют опасные переходы дополнительными средствами предостережения. Желтые трафареты сегодня украсили переходы возле парка Гагарина. Здесь всегда много детей и напряженное движение автомобилей. Репортаж Марианы Мирной. Яркая желтая разметка сразу бросается в глаза, напоминая о необходимости быть внимательным на дороге, особенно если идешь с ребенком. Взрослый должен подавать пример, уверена дважды бабушка Любовь Воронцова. Только тогда дети будут подкованы практически, а не в теории. Обязательно обучали, что ходить надо только за руку. Если на самокате, самокат мы в руках везем, на нем не едем. В велосипед также сходим, слазим и все в руках. И обязательно только через переход. За 7 месяцев этого года в Самаре произошло 99 ДТП на пешеходных переходах, в которых погибли 3 человека. 99 пострадали, в том числе и дети. Поэтому очередное напоминание о правилах совсем не лишнее. Трафареты у нас различные. И на пешеходных переходах можно увидеть следующие надписи. Пешеход, убедись в безопасности перехода, перед переходом проезжей части даже 10 разрешающих сигнал светопол. Всего на самарских дорогах появится около 30 трафаретов. Расположатся они в местах массового скопления детей. И на самых оживленных переходах. А сегодня дети получили памятные сувениры, а взрослые – очередное напоминание о правилах перехода через дорогу. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. Нашелся хозяин. Жители домов по улице Литвиново в скором времени дождутся решения своего наболевшего вопроса. Все лето в их дворе зияла яма, не зарытая после коммунальной аварии. Почему так затянулось решение проблемы, выяснила Олеся Корецкая. Небольшая, но опасная яма давно стала частью пейзажа во дворе 336-го дома по улице Литвиново. В конце февраля здесь произошел порыв трубы. Жители остались без отопления. Старшая по дому вспоминает, что причину ЧП устранили быстро. Работали две бригады, все нам сделали, но закапывать не стали, потому что аварийные трубы, а трубу надо менять там. А сейчас вот дети все приехали с отпусков. Мы боимся, как бы дети туда не упали, не переломали ни позвоночник, ни руки, ни ноги. Чтобы начать работу, нужно было дождаться окончания отопительного сезона. Но летом картина не изменилась. Старшая по дому обратилась в управляющую компанию и другие инстанции с просьбой завершить ремонт. Энергетики, ответственные за этот участок, заверили, что сети перешли к ним на баланс только в июне. В июне передали эксплуатацию ПТС, и, соответственно, сейчас мы отвечаем за ее состояние. То есть у нее появился хозяин, можно сказать, у этой сети без хозяина. Соответственно, все необходимые работы на ней будут проведены и благоустройство в том числе. Трубы во дворе дома на Литвиново обещают привести в порядок к середине сентября. К этому же моменту должна завершиться основная подготовка к отопительному сезону. Жители просят проявить терпение, обещают, что зимой без отопления никто не останется. Работы идут по графику. Олеся Корецкая, Константин Головин, События. Далее, коротко о других событиях дня. Самарские спасатели сообщили подробности ДТП с погибшими, которое произошло в Самаре утром 27 августа. На повороте с Кировского моста на обводную дорогу столкнулись Ладоларгус и КамАЗ. Три человека погибли. Травму получили еще пять человек. Один из пассажиров оказался зажат на заднем сидении в Азовской легковушке. Чтобы освободить его, пришлось использовать гидравлический разжим и кусачки. У пострадавшего черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки. Его передали медикам. Затем из машины извлекли тела погибших водителей и двух пассажиров. Спасатели работали на месте происшествия более двух часов. Самарской гимназии номер один подберут нового директора, сообщают СМИ, со ссылкой на руководителя городского департамента образования Лилию Галузину. Сейчас идут согласования по кандидатурам. В ближайшее время будет принято решение. Напомним, Любовь Картамышева, 10 лет возглавлявшая гимназию, находится в СИЗО. Ее обвиняют в получении взятки. По версии следствия, в июне 2017 года женщина сначала получила 600 тысяч рублей, а затем и оставшуюся часть суммы – 200 тысяч – за зачисление двух детей в четвертый класс учебного учреждения. После чего ее и задержали полицейские. Директор гимназии не признала вины и от дачи показаний отказалась. На Волге столкнулись две мотолодки. На место происшествия выезжали спасатели. ЧП случилось в субботу 26 августа в Самаре. В районе спуска лейтенанта Шмидта обошлось без жертв. 20-летняя девушка в Самаре открыла подпольное казино. Полицейские проверили помещение, где работал нелегальный интернет-клуб с доступом к программам азартных игр. Изъято 22 монитора и 16 системных блоков. Заведено уголовное дело. Незадачливой бизнес-вумен грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. 1 сентября в Самарской области не будут продавать алкоголь. Временный запрет традиционно связан с Днем Знаний. Недоступны подобные покупки будут с 22 часов 31 августа до 10 утра от 2 сентября. Ограничение не распространяется лишь на точке общественного питания с площадью зала 50 и больше квадратных метров. Нарушители запрета ответят за это рублем. Продавцы могут быть оштрафованы на 3 тысячи рублей, индивидуальные предприниматели на 7 тысяч, юридические лица на 70 тысяч. Повторное такое нарушение в течение года увеличивает штрафы до 5, 15 и 150 тысяч рублей соответственно. Православные христиане отмечают летнюю Пасху. Так народе называют Успение Пресвятой Богородицы. Это один из 12 основных церковных праздников, который завершает двухнедельный пост и годовой богослужебный цикл. Успение празднуется несколько дней, в течение которых на Руси было принято освящать церковным чином урожай орехов и зерновых. Репортаж Олега Зверева. В православном календаре праздник Успения Пресвятой Богородицы завершает годовой круг богослужения. Окончание земной жизни Девы Марии в народе называют еще летней Пасхой. Ведь, как гласит предание, она не умерла, а уснула, а вскоре после этого воскресла. Для каждого христианина это еще одно свидетельство того, что со смертью тела душа остается жива. То, что человек каждый день засыпает, это тоже образ смерти. И Божья Матерь, она не умерла, она уснула, и уснула только телом. И как нам кажется, и как мы это воспринимаем во времени, но на самом деле человек переходит к Богу, и он не будет ощущать какой-то длительности между смертью и воскресением. Праздник Успения относится к числу 12 основных христианских торжеств. В этот день, как и перед Пасхой, в центр храма выносят плащаницу – образ усопшей Богородицы. И с радостью о воскресении Пресвятой Девы верующие завершают строгий пост, который длился последние две недели. Успение Пресвятой Богородицы отмечается несколько дней. На второй день праздника, 29 августа, церковь прославляет нерукотворный образ Христа Спасителя. В народе этот праздник называют «хлебным или ореховым спасом». Принято освещать новый урожай зерновых. Олег Зверев, Василий Колдашов, события. Крылья Советов готовы вернуться в премьер-лигу. В ФНЛ их победная серия продолжилась до шести матчей. В среднем за игру они забивают по два мяча. С каким результатом закончилась встреча с Сибирью, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Лидер футбольной национальной лиги «Самарские крылья Советов» в выходные принимали на родном металлурге девятую команду первенства страны «Сибирь» из Новосибирска. Авиаторы играли первым номером и на всем протяжении матча навязывали сопернику свой футбол. И это им удалось. Первый мяч оказался в воротах Сибири уже на 11-й минуте. Рикошет от голкипера спокойно с 12 метров реализовал Сергей Самодин. Допущенные такие вот простые ошибки ввели к такому неприятному для нас результату. У нас задача играть, выигрывать в каждой игре. Не пошел на пользу Сибири и стандартный перерыв. Второй гол «Крылья Советов» организовали уже в середине второго тайма. Очередная ошибка сибирского вратаря. Он не поймал мяч после подачи со штрафного. И капитан авиаторов Иван Таранов не промахнулся с нескольких метров. Я давно хотел забить. И моменты были не в прошлых играх. Может быть не стопроцентные, но тем не менее были. Я, конечно, счастлив, что я забил. И счастлив, что этот гол принес такое, ну, наверное, облегчение в этой игре. Ну и также стал победным в некотором роде. К основному времени рефери добавил три минуты, которые стали роковыми для Сибири. За несколько секунд до финального свистка самарцы забили третий мяч. Отличился Азер Алиев. Победа над Сибирью стала для Крыльев шестой подряд в текущем розыгрыше первенства России. Советы продолжают возглавлять турнирную таблицу. На хвосте у них Красноярский Енисей и Питерская Динамо. Разделяют фаворитов всего несколько очков. Борьба будет, я думаю, что до последнего тура, потому что все рядышком. Никто не хочет уступать и еще могут некоторые команды подтянуться. Потому что мы играем то на синтетике, на безобразной, то на траве, то опять меняемся, опять едем на синтетику. Поэтому в данный момент ребят нужно просто восстанавливать и психологически поддерживать. Психологически они себя сами поддерживают победами. В следующий матч первенства страны по футболу Крылья Советов сыграют в субботу с Оренбургом. Команда после 10 туров занимает 9 место. А на Металлурге примут Тамбов в следующую среду, 6 сентября. Клуб разместился на пятой строчке турнирной таблицы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 14 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!